Более 20 кошек разных пород собрались под одной крышей Дворца культуры Арктика в минувшие выходные. И виной тому не наступившая весна, а выставка «Гламур». На ней пушистые любимцы смогли продемонстрировать свою грацию, а их хозяева поделиться кошачьими секретами. На пушистый показ пришли как и обычные домашние животные, так и очень редкие породы. Вес самой стройной модели был около килограмма, а самой упитанной – 15. Но ни от веса, ни от породы, как оказалось, любовь хозяев не зависит. В этом убедились почти тысячи посетителей и наша съемочная группа. Дружелюбный кот Максим американской породы Мэйн-Кун на выставке «Гламур» был в центре внимания, ведь среди своих четвероногих собратьев он отличался особо крупным размером. Он у нас весит 7 килограмм, но на самцы мы ставили до 15 килограмм. Один кот даже был в книге такой, что у него такой вес большой, а самки немного поменьше весят. А какой он добрый, может быть, или агрессивный? Он добрый, просто когда его драконя, что он бывает игривый, но может немного прикусить и поцарапать. Он такой добрый очень. Рядом с воспитанным и упитанным породистым Максимом лежал беспородный кот Маркиз. Кот Маркиз, хоть и не королевских кровей, но своим презентабельным видом не уступал породистым братьям, ведь на кошачью выставку он пришел в модном образе. Это дочка Шина, решила дать образ. Дети ходят, говорят, образ кто-то звездочет, кто говорит волшебник. Так что принимайте, как хотите, как говорится. А Маркиз кто-то такой? А это вот моя дочка, любит сказки, Маркиз Карабас. Наш Маркиз живет у нас уже около пяти лет. Его подкинули под вес, моя дочь Павлина подобрала. Благодаря такому счастливому случаю теперь у Маркиза не только сказочное имя, но и сказочная жизнь. И сейчас вот наш член семьи, мы его очень любим, обожаем. За эти годы он у нас, конечно, подрос, вырос и стал боевым, чувством о том. Очень любит хозяйку, спит рядышком с ней, любит ласкаться, ластится, целует. И когда к нам гости приходят, часто люди его берут на руки, он губ подтягивает, нужно целоваться. Так же, как и для Светланы Чапахиной, членом семьи любимый кот стал еще для одной участницы выставки Галины Виноградской. А что это порода? Огентально любит своих молодежей, любит их по себе. Вот бабушка, огентала, мама с Ямской господи. Очень ласковая, очень ласковая. У меня нет подшелства, у меня тропические дни, 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 шесты. Очень, очень игривые, очень ласковые. Наши собаки, 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 не разливые. Кстати, восточная кошка, а именно так с английского переводится название этой породы, ценилась еще в 14 веке. О ней даже были написаны стихи, которые встречаются в манускрипте 1358 года. Еще одна необычная порода, которая была представлена на гламуре, появилась путем скрещивания обыкновенной домашней кошки с диким леопардом. С таким кошачьим эксклюзивом пришла Анастасия Паюсова. Кот-лектор волнуется. Впереди выход на сцену. Ведь на выставке «Гламур» хозяевам четвероногих нужно было презентовать своих пушистиков в любом удобном формате. Всего хвостатых моделей было представлено 19. Такое количество, потому что, к сожалению, зал большее количество участников принять не мог, хотя заявок у нас было гораздо больше, чем 19. И мы хотели выставкой привлечь внимание к бездомным кошкам, которых очень много. Придя сюда и увидев, какие взаимоотношения теплые, близкие между кошкой и ее хозяином, я думаю, будет гораздо сложнее пройти мимо меухающего в доме котенка или сидящего под лестницей. И захочется тоже создать в доме такую теплую, видную атмосферу и сделать дополнительным членом семьи маленького пушистика. Несмотря на то, что желающих продемонстрировать своего питомца было больше в три раза, но даже 19 историй хватило, чтобы показать огромный масштаб взаимной любви человека и семейства кошачьих.